Приветствую вас, Сергей, чтобы я предложил вот так из реального, да, это, наверное, вам вместе с женой обратиться на консультацию, да, и вместе с семейным психологом, да, в рамках, в рамках, ну, семейной терапии вам вдвоем, вот, поработать и поисследовать то, что вас волнует, потому что ситуация, как мне кажется, довольно такая, довольно сложно, в плане того, что, что, ну, в плане того, что кажется, будто у вас некий такой, знаете, конфликт, да, конфликт интересов, кажется, будто вы, ну, словно говоря, чем-то недовольны, да, что вас там какие-то вещи пугают, вот, как бы, такая, на мой взгляд, довольно болезненная история, когда вас это пугает, ну, когда что-то пугает человека, вот, поэтому тут, по идее, моя идея лично заключается в том, чтобы помочь вам лучше понять, что вы хотите, что хочет ваша супруга, вот, ну, 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 больше какой-то, больше какой-то степени, да, вот, что нужно вам, что нужно, там, супруге, опять же, опять же, вот, такой, какой-то больше степени, да, потому что, ну, вы сами не осознаете, это, вероятно, вы находитесь в состоянии борьбы, если не, если не постоянной, то часто, часто, часто борьбы находитесь в состоянии, в частой борьбы, вот, и мне кажется, мне кажется, что вот на этом, на этом, на этом вам можно и нужно заострять свое внимание, ну, потому что по-другому ситуацию, как мне видится, не решить. Вот, это если мы говорим про то, что бы я рекомендовал сделать. Это если мы говорим, говорим про то, что бы я вот, ну, видел, как, ну, как выход из, ну, из положения, да, вот, что бы я видел, как какой-то такой лучик света. Вот. И теперь то, что касается вашей мамы, того, что вы описываете. Здесь ситуация довольно классическая, в том смысле, что, по моим ощущениям, у вас есть некоторые, некоторые довольно серьезные проблемы с личными границами, вот, то есть, ну, невозможно сказать на меня. Как мне видится эта история. И здесь, конечно, все дело, вот, ну, в какой-то степени все дело в том, что у вас нет такой уверенности, потому что не просто же так, ваша мама, например, на протяжении, там, какого-то количества времени распоряжалась вашими средствами, то есть, она это делала не просто так, она это делала, как мне кажется, потому что, ну, потому что, ну, потому что вы ей позволяли, позволяли. Вот. Такая вот история здесь. Поэтому здесь я думаю, что дело в том, что вы как-то вот эмоционально к своей маме может быть привязаны до сих пор, и если вы обратите внимание на вот свой, ну, на свой текст, да, вот на то, как вы описываете вот все это, то можно сделать такой вывод, что вы склонны растворяться. Вот, вы склонны растворяться, вы склонны растворяться в отношениях с другим человеком. Пока вы выбились с мамой, это была мама, вы растворялись в отношениях с ней. Потом появилась ваша жена, вы стали растворяться уже в отношениях с ней, вот, в отношениях с вашей женой теперь. И, как мне кажется, вот эта позиция, что вы растворяетесь, позиция, что у вас как будто не существует, позиция может быть какой-то неуверенности в себе, может быть позиция какого-то страха, может быть позиция тотального недоверия себе и так далее. Но эта позиция лично у вас, Сергей, как мне кажется, имеет место быть. Вот, мне кажется, что именно на неё, в первую очередь на эту позицию, вам нужно обратить своё внимание, потому что она является определяющей. То, что делает ваша мама, это вот, конечно, это ужасно, это важно, но это, несколько, именно для вас является возможностью вырасти над этим. Потому что, если, например, вы понимаете, что ваша мама находится в откровенно зависимых отношениях, она, судя по вашим описаниям, находится именно в такого рода отношениях, то, естественно, что и вы также можете быть в такого рода отношениях. Если у вашей мамы нет такого понятия, как личные границы, вот, мне кажется, у неё такого понятия нет, нет такого понятия или как личные границы вашей мамы, то, соответственно, сложно догадаться, что и у вас этого тоже нет. Такое личные границы. Ну, в первую очередь, этого мнения говорить нет, это доверять себе в плане вот именно нет, да. Это в какой-то степени, в какой-то степени согласие на то, что человеку может не понравиться то, что вы делаете. Ну, то есть, к примеру, вот, мама требует от вас, там, не знаю, каких-то условных действий. Да, вот, мама требует от вас какой-то позиции. Мама требует от вас чего-то. И что будет, если вы этого не сделаете? Что произойдёт, если, если этого, ну, если вы этого не сделаете? Вот, что случится в таком вот случае, если вы не сделаете, там, условно того, что хочет ваша мама? Если вы скажете, нет, почему вы говорите, что я делаю вот то, что она хочет? Ну, образно говоря, понятно, что это образно, но, тем не менее. А вот. Ведь это же так звучит. Вы делаете просто вместе с женой, вы делаете то, что хочет ваша мама. Вот. В какой-то степени дальше не пытаясь оспаривать её позицию, не пытаясь, ну, как-то свою позицию выразить и так далее. А дальше просто жалуетесь на неё и говорить, какая она плохая. Вот. Мой коллега говорит про отдельное проживание, и он прав, в том смысле, что действительно стоит задуматься об отдельном проживании. Но лично мне кажется, что отдельное проживание вам поскольку не поможет. Потому что на расстоянии ваша мама совершенно спокойно будет вас также третировать. Совершенно спокойно также она будет требовать от вас каких-то вещей. Совершенно спокойно также она будет предъявлять какие-то требования, амбиции к вам. И такие же чувства примерно вы будете испытывать по отношению к ней. И к себе, и к своей жене. Вот. Поэтому, ну, я бы никак не сказал, что дело здесь в том, что вы живёте, что вы не живёте отдельно. Вот. То есть, конечно, отдельно жить нужно, безусловно. Нет всякого сомнения, повторюсь, я с коллегой в этом смысле полностью солидарен. Но это не решение проблемы. Проблема решения более глобальная и более системная. Она связана с тем, как вы воспринимаете себя и свою маму. Да? Вот. И то, что вы всё вот это говорите, да, чувствуется у вас, по крайней мере, да, чувствуется и обиды, у вас чувствуется и какая-то злость, у вас чувствуется неудовлетворённость, у вас есть ощущение, что, наверное, что она не ценит вас и так далее, т.д. Вот сейчас, может быть, это уже в меньшей степени, потому что, ну, потому что у вас есть жена, но тем не менее. И обратите внимание, пожалуйста, ещё на то, что вы говорите, что я боюсь, что это станет проблемами, ну, вот ситуация с нами станет проблемами, основой для проблем с моей женой, вы говорите. Штука в том, как мне кажется, штука в том, что в этих проблемах участвуете и вы, в том числе, в том числе тоже. То есть проблем не будет, если вы не будете содействовать их появлению. Но вот, чтобы не содействовать появлению проблем, на мой взгляд, нужно, как бы, ну, учиться, опираться на себя, учиться выражать свои чувства, учиться настаивать на своём. Для этого нужно, как бы, ознакомиться с собой. Там, там, вот, ну, когда я говорю, что нужно с собой знакомиться, там, порой, не самые приятные вещи есть. Вот, а, к сожалению, там, порой, не очень приятные вещи находятся. Ну, вот, но, какие бы вещи не находились бы там, какие бы, какие бы вещи не было, это вы готовы. И это вы прекрасны в своей, вот, какой-то индивидуальности, вы прекрасны в своей уникальности, вы прекрасны в своём проявлении жизненной энергии. Вот, только сейчас вы это всё не чувствуете, потому что всё это подавлено. Вот, и подавлено, к сожалению, вот, вашей мамы. Вот, как бы, такая, такая история. Поэтому, как поступить в этой ситуации? Ну, какого-то решения, прям, вот, которое бы решило ваши проблемы сразу, сходу такого решения, наверное, нет. Потому что это складывалось с голубами, вот, и сразу так, это не решается, это не меняется. Тем более, что ваша жена, она, суть по всему, тоже, тоже имеет, как мне показалось, некоторые сложности с выражением, ну, с выражением своих чувств. И она имеет некоторые трудности с проявлением того, что ей важно. И, как мне кажется, у неё есть тоже проблемы с лишними-кс лишними границами, к какой-то степени. Вот, почему я говорю, что вам нужна помощь, именно, вот, как, ну, как смены пары, да, и как один. Вот, один тоже нужна и важна. Вот, то есть тут, как бы, такая вот история. Вот, это то, что я могу вам сказать с точки зрения психотерапии. То, что я могу вам ответить с точки зрения своего подхода, с точки зрения своего опыта. Сказать, что ситуация сложная, она, скорее, неприятна. Эта ситуация, она неприятна. Она неприятна тем, что в ней нужно заменять привычные модели вашего поведения. В ней нужно менять ваши привычные подходы к жизни. В ней нужно в этой ситуации развиваться. Потому что так, как вы жили до этого, например, да, жить нельзя. А вы живете сейчас вот таким образом, что надеетесь, что мама сама изменится. Надеетесь, что вы, что вы сможете ее успокоить. Надеетесь, что она сама перестанет. Не работает так, не бывает так, к моему большему сожалению. Вот, поэтому идея здесь, моя идея, по крайней мере, заключается именно в том, чтобы вы больше обращали внимание на себя. На себя, на свою жену. Понимаете? Чтобы не только у вашей мамы, но у кого бы то ни было. Не было возможности ваши личные границы нарушать. Ну вот. И вы совершенно правы, когда говорите, что, ну, типа, почему мы должны страдать. Ну, это правда, действительно, почему мы должны страдать. Я с вами согласен. Только идея в том, что, идея, мне кажется, в том, что вы говорите, почему мы должны страдать, но в то же время страдаете. Вот. Вы страдаете. И страдаете вы, потому что в глубине души вы ставите своему выше. Вот. И, мне кажется, от чести, по этой причине, ваша жена не чувствует себя хозяйкой. Словно, потому что чувствует себя хозяйкой, как то, когда есть другая, другая женщина, которая считает, что у нее больше, там, справ, наверное, кто-то лучше, прочее, 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 прочее. Ну, вот. Но и вашей жене не помешает тоже уверенности в себе и так далее. Вот. По поводу кавалеров и по поводу того, что наша мама ищет любовь, вот таким образом. Ну, она, на мой взгляд, очевидно, боится потерять этого мужчину, поэтому мобилизует все силы для того, чтобы удержать его и начинает ему угрожать. Вот. Надо постараться увидеть в своей маме что-то непривычно, что-то, чего вы не замечали до сих пор. Например, увидеть у вашей мамы, например, страх. Вот это было бы очень здорово, если бы вы увидели, что ваша мама может бояться, если бы вы увидели, что ваша мама, которая, ну, кажется, такой, такой сильный, да, он такой вот прям уверенный в себе, да, на самом деле не может быть. И это очень сильно меняет, как правило, восприятие человека. Для этого нужно заметить это. Понимаете? А мне кажется, что у вас нет времени, нет возможности, нет сил на то, чтобы это сделать. Ну и привычки тоже нет. Вы не привыкли замечать своей маме такие вот вещи, а замечать их нужно. Не потому, что это обязанность, а скорее потому, что такова реальность. реальность, в которой вот живет ваша мама и вы тоже вместе с ней живете в этой вот ситуации, такой вот неприятной ситуации, негативной ситуации, безусловно. Ну вот такая история. Вот спросите себя, какой я вижу свою маму сейчас, вот, ну вот на данный момент, как я ее вижу, как она мне видится, какой она мне видится. Вот постарайтесь ответить себе на эти вопросы. Я уверен, что у вас наберется, ну, три-четыре эпитеты, которым вы ее, смотрят, я их характеризовала, вряд и после этой эпитеты будут содержать в себе что-то такое не агрессивное, не экспансивное, не злое. Там всякую маму видится вам. И отчасти это правда. Но есть еще что-то вот помимо того, что вы называете, есть что-то еще. И очень важно, чтобы вот это вот еще, что-то, что-то, вот это вот что-то еще, да, очень важно, чтобы это что-то еще было с вами, когда вы видите свою маму, когда вы к ней, к своей маме, как-то относитесь, когда вы с ней взаимодействуете. И может быть, может быть, пристать воспринимать ее как того, кто выше вас, начать воспринимать ее как того, кто равен вам, потому что ничем не лучше вас. Ну потому что она использует такие истории типа, что дать мне пожить, там, для себя и прочее прочее. Это же манипуляция чувством вины. К сожалению, я вот не знаю, понимаете, вот это нет, но это манипуляция чувством вины. И соответственно, если вы человеку позволяете это делать, иметь право быть такой жертвой, скажем так, да, то почему бы ему, и в данном случае ей, этим правом бы не использовались. Тем более, что вы это право ей даете. Вы можете сказать, что она правда сама, а это будет не совсем верно, потому что если бы вы ей не позволяли этого делать, если бы вы ей, ну если бы вы не давали ей это делать, то ничего бы не было. А так у нее такая возможность присутствует, она ей пользуется ну извините, а почему бы и нервы, если вы это сами, сами ей позволяете, позволяете по факту, ну как бы вручаете, вручаете ей эту возможность, потому что ей позволено, потому что она несчастная. Вот. Такая история. Мне кажется, в какой-то степени вы склонны то идеализировать свою маму, то наоборот ее даминизировать, ну то и другое как бы не очень хорошо, с точки зрения психологии-то. Вот. Поэтому мне кажется, мне кажется, что пора вам от этого отходить. Ну и лично вам, Сергей, чтобы я еще сказал, это посмотреть, посмотрите, пожалуйста, на то, что вы в себе не принимаете сам. Да? То есть как бы вот, что вы сами в себе не принимаете. Мне кажется, такие вещи, то что вы сами в себе не принимаете, они эти вещи есть, они эти вещи наличествуют. Вот. А почему вы ставите себя, ну вот, по моим ощущениям каким-то, вы ставите себя ниже, чем там, ну, ваша мама, да? Ваша жена даже. Ставите себя ниже, чем ваша жена. Вот. То есть жена у вас идет, наверное, на первом месте, как мне кажется. Вот. Потому что вы используете вот это вот местоимение мы. Вы не говорите я, вы говорите мы. Вот. А это какая штука. Поэтому тут вот такой момент. Очень, как мне кажется, важно. Поэтому я рекомендовал бы вам обратить внимание свое на все эти моменты. Я рекомендовал бы вам уделить внимание всем этим темам. повышать таким образом собственную осознанность, повышать таким образом свое собственное осознавание, осознавание себя. И это вам в дальнейшем может только лишь помочь двигаться к своей цели. Ну вот. Опять же. Опять же. Опять же. В один момент. На который я хотел бы обратить ваше внимание. Ааа. Какая суть. В тот момент. В тот момент. В тот момент. В тот момент. Ааа. Вы говорите, что вы не знаете как поступить. И вроде бы. Вроде бы. Вы описываете, ну, довольно просто. сложную ситуацию. Да? Вроде бы. Но. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Вот. Эм. Ситуацию вы описываете, правда, непростую. Это верно. Ну, как было. Верно, что вы описываете непростую ситуацию. Ааа. Чего вы хотите? То есть, ну, вот. Ааа. Что вам нужно-то? Как, как, как бы. В чем вы хотите нашей помощи? Вот. Мне кажется, что вопрос, который вам нужно себе задать, в том числе. Ну, значит, так. Ааа. Как поступить? Ну, я так хочу, как это поступить. Но. Вот. Как я хочу поступить, чтобы что? Вот. То есть, какая у меня, условно говоря, цель. Вот. И уже в зависимости от того, с чего вы хотите, Моня будет вам что-то рекомендовать. А пока. Пока. Вы просто ситуацию описываете, но в каком направлении? Вы хотите двигаться? Не ясно. Что вам важно в этой вот ситуации, например? Не ясно. Понимаете, да? Ясно. Вот. Поэтому, поэтому это тоже очень важный успех, на который, на который хотелось бы мне обратить ваше внимание. как наш поттер, очень и очень важный. На этом давайте заканчивать. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой.